Международный вокальный конкурс «Золотая нота» прошёл в продюсерском центре Игоря Сандлера. Конкурс был очень масштабным. На него стеклось большое количество талантливых вокалистов из разных уголков России и зарубежья. Василина Афонина давно мечтала поучаствовать в таком конкурсе. Мечта осуществилась в двойном размере. Саровчанка стала ещё и лауреатом первой степени. Вокалистка получила хорошие оценки от высокопрофессиональных членов жюри. Конкурс мне очень понравился. Также я приняла участие в рамках конкурса в программе «Доброе утро» на Первом канале. Там снимали Игоря Сандлера. И мы не массовку играли, мы на заднем плане распевались. И нас тоже попало в кадр в телевидении. В международном конкурсе «Взлетай» Василина Афонина участвовала два года назад и получила звание лауреата первой степени. Тогда вокалистка поставила себе цель ещё раз приехать в Нижний Новгород и добиться наивысшей награды – гран-при. И в этом году ей это удалось. Как говорит Василина, Петя выступать на сцене для неё – большая радость. От этого она получает мощный заряд энергии. Поэтому даже во время отдыха с семьёй в Дагестане Василина успела показать себя на конкурсе «Орбита-фест» в Махачкале. Пришла, спела и победила. Саровчанка завоевала гран-при и диплом лауреата первой степени. Конкурсная программа у меня была одинаковая. Исполняла песню «Крип» группы Radiohead, но у меня была такая переделка. Она длилась примерно две минуты, и я там показывала все техники, которыми я овладела за девять лет обучения вокальному мастерству, так сказать. И вторая песня была авторская песня композитора с проекта «Нуклеар Кидс», участницей которого я являлась три раза. Каждый выход на большую сцену для Василины – ещё один шажок к вокальному мастерству. Возможность научиться новому, получить удовольствие от выступления. Связывать ли свою жизнь с вокалом Василина пока не знает, но точно уверена, что петь она не перестанет. Вокальное мастерство, правда, меня вдохновляет. Я обожаю этим заниматься, своё свободное время. Я записываю различные песни, я езжу на концерты, посещаю конкурсы для своего развития. И я думаю, что музыка всегда будет параллельно идти со мной по жизни, потому что это то, без чего я, правда, не могу жить. Василина Афонина не хочет останавливаться на достигнутом и планирует участвовать в новых конкурсах и проектах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24.